здравствуйте друзья мы сегодня находимся с вами в фото павильоне институт кино и телевидения гитар и тема нашего сегодняшнего видео блога видео обзора это тест растров сот можно как угодно называть их оптических насадок на осветительные приборы в качестве осветительного прибора у нас будет выступать мой любимый нанлайт 60 . панель очень хорошая цветная бекалор она srgb то есть можно любой цвет из нее получить очень хороший компактный прибор очень приятные удобные в обращении у него есть очень недорогой софтбокс но в комплекте к этому недорогому софтбокса идут вот такие вот штатные соты ну собственно как бы есть но однако эти соты прошли у нас несколько проектов в районе где-то 150 смены и прожили пережили вот видите они еще живы но это всего лишь один вид сот это соты мягкие вот такие вот они вот давайте во первых посмотрим что у нас будет происходить нашим нанлайтом если мы будем вот эти соты устанавливать у нас с вами есть гипс мы специально выбрали такой гипс чтобы было видно что и как со световым рисунком происходит что и как происходит с тенью на фонах давайте начнем со штатных сот нанлайта на микс панель 60 во-первых они выгибаются гнутся да то есть если я вот растр двигаю соответственно это влияет на рисунок потому что у этих сот жесткости нету но тем не менее мы с вами отбили фон получили чуть более жесткий рисунок но мы с вами отбили вот этот вот уже кусок тень осталась в принципе достаточно приятная кстати прибор стоит достаточно близко поэтому может быть даже он не так будет сильно проявляться на форме этой тени но мы это с вами сейчас увидим когда мы будем с другими сотами работать мы пойдем с вами на апгрейд который нам сделали компания light комплект пошив не один вид сот достаточно большое количество различных сот на эту 60-ку поэтому мы сейчас с вами будем смотреть как чего меняется очень приятные тоже у них кейсики вот такие красного цвета все подписано все написано это собственно от длинных сот для паотюбов для длинных нам лайтов туда же вот подписано нарисовано какой угол на какой угол эти соты раскрываются очень все качественно хорошо сделано и начнем мы с вами вот с таких жестких сот то есть это подобие того же самого что мы с вами ставили из штатного комплекта но это уже видите они на века они жесткие у них уже не будет деформации давайте посмотрим что будет получаться хорошие липучика все очень классно крепко сидит мне не надо подбирать угол прибора чтобы ограничить рисунок на этот гипс все уже более прецизионно отбивается это уже приятно но характер рисунка у нас сильно не поменялся что у нас есть еще из этих сот у нас есть белые соты у нас есть вот такие вот ромбики у нас есть соты как соты и у нас есть вот такие вот соты прямоугольники сейчас мы будем смотреть с вами как это все влияет на рисунок наверное мы начнем с тех которые мы уже держали в руках на выставке это соты форме сот как ни странно как я уже рассказывал ребята нашли исчезнувшие страницы из книги гребенникова поэтому если вы возьмете эти соты вы на них еще сможете летать не только их использовать в качестве осветительного прибора но еще сможете на них летать шучу но может быть отчасти шучу выглядит они так как будто люди что-то знали что делали самая главная идея этих сот что у нас не должно быть много теней но вот кстати можно будет еще раз сравнить с теми потому что наоборот вот здесь не что интересно на ближнем положении тень от носа я вижу более дробная стала вот мы сейчас это еще раз внимательно посмотрим 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 на тень на фоне вот тень на фоне стала более как бы целостная а вот тенюшка которая здесь сейчас у нас от носа вот ее стало много эти сейчас просто еще разочек поменяем тенюшка у нас от носа более дробная то есть если мы будем от гипса относить больше то на большом дист на большой дистанции вот здесь вот тень сливается а на ближней дистанции получается у нас тень более дробный а вот здесь нет здесь вот как бы уже она единая поэтому в принципе в принципе можно можно работать и с прямыми сотами и с такими сотами это может интересно себя проявлять на приборах большого размера с большой площади теперь давайте попробуем вот такие вот удивительные соты это ромбики вот эти ромбики они не просто так сделаны они сделаны на самом деле для того чтобы можно было их и так и так переворачивать два угла половиной яркости и так и так это достаточно широко должно быть давайте что мы видим тени от носа у нас замечательная у нас все здесь дробных ничего никаких тенюшек не вылезла у нас все хорошо вот но видим что естественно мы как бы так шире на фон засвечиваем видно что он у нас больше более горизонтально светит то есть у нас сейчас более горизонтально отбивает а теперь у нас вот так это все отбито вот оно все работает видите то есть у нас более узкий поток у нас нету как бы засветки на фон мы высвечиваем только гипс и что классно тени дробные даже на близком рисунке у нас от носа не появилось у нас все очень хорошо а теперь давайте попробуем сделать интересное вот с такими сотами это прямоугольники ну соответственно тоже их можно я так понимаю использовать и так и так по разному направлению но мы сейчас попробуем с вами сначала горизонтально как это все выглядит ну что дробной тени у нас нету фон у нас вот фон у нас здесь чуть-чуть дробнее получается потому что близко достаточно стоит вот на фоне есть ощущение дробности тени такое небольшое видно что светораспределение такое как бы направленные по горизонту мы сейчас также можем с ними взять перевернуть и превратить их в вертикальный сот вот очень хорошо тоже видно опять видите мы с вами фон отбили дробности тени у нас никого не появилась рисуночек достаточно мягкий все хорошо всего все интересно в общем на самом деле получается что ромбики что прямоугольники очень близко работают по смыслу здесь нюанс только уже вот именно в дробности этой тени получается смысл вот таких вот сот все таки наверное в основном в когда вы это вешаете на большие приборы когда вы вешаете на большие плоскости а на маленьких плоскостях на небольшом расстоянии вот как мы с вами видим в общем даже очень неплохо работают и вот такие ромбики которые позволяют нам угол рассеивания менять и и в общем обычные классические даже соты хорошо работают единственное что получается вот у этих есть ориентация а эти универсальны то есть как как вы их не поставили они будут одинаково светить какой прибор не загреповать но вот это вот история ориентирования сот очень интересная потому что это похоже на инструменты какие были у парлайта у насадок оптических которые позволяли менять распределение или похоже на историю с отраженным цветом который продвигал дедовагер а сейчас мы с вами возьмем белые соты вот лично для меня это очень интересно потому что это первый опыт я вообще как оператор никогда не понимал чёрт чего соты белые дают вообще зачем они нужны как они будут себя вести теоретически они должны по идее нас больше как бы рассеивать поток эти посуды чё будет присвоить о вот интересно получается то есть они работают и направленно и они получаются у нас с вами вот этот вот угол рассеяния они сглаживают то есть что у нас происходит у нас происходит как бы сглаживание вот этого краевого эффекта видите что произошло то есть он у нас направленный был даже можно прям взять ради интереса давайте мы на контрасте сейчас их вот с этими обычными сотами от тест а тестируем посмотрим как они работают ну понятно что они дают больше света самое главное у них вот этот вот краешек он получается более сглаженный более такой диффузный но на рисунок смотрим на рисунке много тени нету тень кстати достаточно даже можно сказать он там мягенько так проходит падает сейчас мы будем смотреть еще разок на обычные ромбики извините на обычные соты шестиугольники ну вот в них я говорю как ни странно в них на малом расстоянии я больше самый большой изъян вижу это вот такая многократная тень а когда мы с вами берем белый вот у нас с вами дробность этой тени ушла и у нас с вами появился более такой плавный переход между светом и тенью при этом свет кстати все равно остается направленным то есть это не диффузион который рассеивает во все стороны я думаю что мы первопроходцы с точки зрения вот так вот понимание чего как работает таких тестов поэтому я думаю что они будут интересны не только нам но и вам мы это сделали совместно с компанией light комплект у нас эти соты мы тестировали с вами с осветительными приборами на light mix панель 60 если вам понравится это видео обязательно напишите нам потому что мы сможем сделать наверное тесты еще один обзор на соты для трубок на направленные соты и рассеянные соты белые ромбики квадратики потому что мне кажется что с узкими трубочками это тоже будет интересно после того как проводятся эксперименты на гипсах опытные операторы приступают к экспериментам над людьми поэтому мы будем сейчас сажать непосредственного человека который занимается пошивкой этих сот в кадр у нас будет светлана в кадре мы посмотрим как же эти соты которые она сшила будут влиять на ее портрет вот у нас достаточно близко к светлане стоит осветительный прибор мы сейчас посмотрим как портрет меняется света начнем мы с обычных квадратиков вот мы видим хорошо отбитый фон достаточно жесткий рисунок дробности тени здесь на лице нету никакой в общем все достаточно интересно хорошо и деликатно работают следующие соты у нас будут ромбики сначала мы горизонтально ромбики ставим до чтобы они у нас по ширине работали ну вот здесь видно очень по фону по пятну как меняется но на портрете это красиво достаточно интересная такая вытянутая тенюшечка от носа хороший такой рембрандтовский треугольник все достаточно красиво и интересный вкусно работают теперь мы поставим их вертикально вот здесь видно что рисунок стал более жесткий более отбитый собственно и фон у нас сильнее отбит то есть у нас сейчас они работают на угол 35 градусов первый угол у нас был 70 градусов а второй угол 35 градусов следующие соты у нас вертикальные вертикальные соты вертикальные прямоугольники и горизонтальные общем характер портрета на самом деле очень сильно меняется и хорошо что это на такие близких расстояниях происходит мы это очень хорошо видим изменения это у нас 100 сотовая насадка но здесь дробности тени нету никакой и на портрет хорошо и интересно работает тень и на фоне достаточно гладкая и на портрете очень интересно мягко они себя проявляют а теперь мы ставим белые соты вот это белые соты это портретные соты красивые хорошие очень мягко дают переход тенюшечки сразу видно что много света появляется от прибора при этом в общем он все равно не превратился в какой-то супер рассеянный он все равно остался достаточно направленным но конечно видно что мягче градиент стал на фоне сильно мягче градиент стал на фоне но на портрет это красиво очень интересно вкусно работает ощущение что прям выходной зрачок осветительного прибора стал сильно сильно больше так давайте еще разочек посмотрим как меняются тени на вот этом нашем замечательном черном человечки это без сот это просто в центре пятна дробности нету а дробность появляется когда мы краешком светил краешку пятна есть дробная тень белые соты вот и соответственно и сама тень тоже более плавный переход более мягкий переход получается на краешке пятна есть дробная тень но она не так видно ну и пятно видно что мягче шире и меньше градиент остались у нас прямоугольники дробная ну она имеет другой форму на краю пятна тоже тень у нас получается дробная ну она имеет другой форму на краю пятна в центре пятна она практически в общем в одном сливается ориентацию сотками здесь получается более узкий поток вот и форма тени тоже другая интересные получается ромбики дробности тени нету даже на самых боковых точках у даже практически в самом краешке теперь попробуем поменять ориентацию вот здесь кстати уже интереснее здесь дробь тени проявляется чем больше краю она проявляется как бы сильнее получается чем более вытянутый рисунок тем меньше проявляется дробь еще очень центре пятна дробности тени не проявляется в основном она проявляется именно с краешку и меняем вертикаль менее проявляется на краевом потому что соты уже на этом все давайте теперь пишите в комментариях какие соты понравились вам